Вы купили камеру, но не знаете, что делать, чтобы получить максимальное качество видео. Не переживайте. Я Рома, и это канал Movavica. Смотрите это видео до конца, и я шаг за шагом проведу вас по всем настройкам, чтобы вы начали снимать как профи, даже если до этого вы не прикасались к камере никогда. Без долгого вступления перейдем к делу. Первый шаг — это разобраться в режимах камеры. Зачем вообще настраивать всё вручную, если есть режим Auto Mode, то есть буква А? Камера автоматически выберет настройки, которые она считает лучшими для данной ситуации. Но они, эти настройки, не всегда идеальны. Особенно если вы хотите получить конкретный эффект или точно контролировать кадр. Например, автоматический режим может сделать слишком большую выдержку, что приведет к размытому изображению при движении. Или слишком высокое значение ISO, что может привести к пересвету или появлению шумов на изображении. А ещё правильные параметры съёмки как минимум экономят время и нервы при постпродакшене. Кроме режима Auto, есть режим Video Mode, буква V. И он оптимизирован для съёмки, для управления частотой кадров и другими видеонастройками. Но даже новичкам я бы посоветовал не лениться и настраивать камеру вручную в режиме Manual Mode, буква M. Так вы сможете контролировать все параметры и получить желаемый результат. Изучение базовых настроек позволит вам дать волю экспериментам и вашей фантазии и получить именно тот кадр, который вы хотите. Следующий шаг — это разобраться всего лишь в трёх основных настройках камеры, которые влияют на экспозицию изображения. Так называемый треугольник экспозиции — это диафрагма, выдержка и ISO. Диафрагма, она ещё называется Aperture или F-Stop. Она контролирует глубину резкости и количество света, который попадает на линзу или сенсор. F-Stop — это значение, которое позволяет понять, сколько света проходит через объектив. И чем меньше число, тем более широкое отверстие и, соответственно, больше света, попадающего на сенсор. Когда диафрагма закрыта, то есть установлено большее значение F, скажем, 8, 10 или 12 и выше, то фон становится более резким, а в кадре более тёмная картинка. А когда диафрагма открыта, то есть вы снимаете с меньшим значением F, то это создаёт эффект малой глубины резкости, который подходит для выделения объектов на переднем плане. Так фокусируется только небольшая часть сцены. Например, объект впереди, ведущий, например, или какой-то герой, в то время как фон становится размытым. Таким образом, камера акцентирует внимание на основном объекте. Да, и разумеется, в кадре будет больше света. Следующий угол в треугольнике экспозиции занимает выдержка, Shutter Speed. Чем она меньше, тем больше света попадает на сенсор. Кроме освещенности кадра, она также отвечает за размытие и чёткость картинки. А простое правило для съёмки видео. Значение выдержки должно быть в два раза больше частоты кадра. И третий угол треугольника экспозиции — это ISO, или ISO, как большинство людей говорят. ISO управляет чувствительностью камеры к свету, но за высокое значение ISO придётся платить чёткостью картинки. Чем меньше значение ISO, тем менее зернистая картинка. Итак, порядок действий такой. Например, для съёмки при ярком солнце установите узкую диафрагму, большее значение F числа, например, F8 или даже F16, чтобы ограничить количество света, попадающего на сенсор. Это увеличит глубину резкости, делая так, что ближние и дальние планы будут в фокусе. Если вы снимаете со скоростью 30 кадров в секунду, то выдержка должна быть 1,6 секунды. А если FPS 25, то, соответственно, ставьте выдержку 1,5. Это обеспечит плавное движение и предотвратит нежелательную смазанность у движущихся объектов. Далее, уже в последнюю очередь установите как можно более низкое значение ISO, например, 100 или 200, чтобы уменьшить чувствительность сенсора к свету. Это поможет сохранить детали и предотвратить шум на изображении. Но, конечно, важно учитывать каждую конкретную ситуацию и подбирать настройки в зависимости от условий съёмки и ваших творческих целей. Шаг номер 3. Это настройка баланса белого. Этот параметр отвечает за точную передачу цветов. Можно использовать готовые пресеты в вашей камере, чтобы добиться нужного вам эффекта. Такие пресеты, как дневной свет, облачность и так далее. Или вы можете выставить баланс белого вручную, используя ползунки температурной шкалы от тёплой и холодной картинки. Простое правило. Начинающим проще всего выставлять автоматический баланс белого. Он обозначается буквами AWB на камере, и его можно корректировать в ту или иную сторону, если нужно. Однако, если вы снимаете много дублей одного и того же кадра, или, например, записываете влог, как я сейчас, то всё же не полагайтесь на режим AWB, на авторежим баланса белого, иначе баланс белого будет постоянно меняться. И чтобы кадр был однородным, выставите пресет с зафиксированным значением баланса белого. Или настроите это значение вручную. Я, например, обычно снимаю с значением баланса белого 4600, но не торопитесь просто копировать мои настройки, ведь всё зависит от ваших конкретных условий съёмки. Шаг 4. Настроить частоту кадров и разрешение. Стандартная частота кадров — это 24 кадра в секунду для кинематографичного эффекта, а 30 или 25 кадров для стандартной съёмки для соцсетей. Или можно использовать 60 кадров в секунду, чтобы потом на монтаже делать эффект слоумоушн. Или, если вы любите такие гиперреалистичные видео, это, кстати, очень популярно в соцсетях. Разрешение 1080p подойдёт для большинства платформ, но 4K даёт больше гибкости при монтаже. Можно больше кадрировать кадр, можно делать зум-эффект и так далее. Само собой, это стоит учитывать, ведь после съёмки вы, скорее всего, собираетесь редактировать свои видео в программе для монтажа. Например, в Movavica Video. Все эти приёмы с 4K-исходниками можно сделать в этой программе. Это вариант как раз для тех, кому нужно всё и сразу. Да ещё и со скидкой 80%. В пакет программ Movavica Maximum входят удобный видеоредактор с автосубтитрами, сверхбыстрый конвертер медиафайлов, запись экрана, фоторедактор с функциями искусственного интеллекта и более 6000 эффектов для видео, которые добавляются одним движением мыши. Получите Maximum с максимальной скидкой. Оформите годовую подписку со скидкой 80%, и с ней, с этой подпиской, вы будете получать регулярно новые функции и эффекты, которые сделают ваше видео ещё лучше. Кстати, продление подписки также по скидочной цене. Ссылка будет в описании. Ну а мы продолжим разбираться с настройками камеры. И следующий шаг — это выбрать объектив и разобраться с фокусом. Тут всё не так сложно, как может показаться. Начнём с фокуса. Автофокус хорош для начинающих и в большинстве случаев работает хорошо, особенно на современных камерах, но не гарантирует 100% точности. Ручная настройка фокуса даёт более точный контроль в сложных ситуациях и при необычных творческих кадрах. Объективы для видеосъёмки обычно имеют и тот, и другой вариант фокуса и переключатель между автофокусом и ручным режимом. Однако на качество, скорость и точность автофокуса влияет не только сама камера, но и объектив. А теперь будет краткий гайд по объективам. А самый распространённый тип объектива у креаторов — это, разумеется, китовый объектив или кит-лендс. То есть это комплектный объектив, стандартный универсальный вариант, который идёт в комплекте с камерой. Чаще всего такой объектив имеет фокусное расстояние 18-55 мм, светосилу 3,5 до 5,6 и встроенную стабилизацию. Однако автофокус может быть медленным, и его использование ограничено в условиях низкой освещенности. И тут нужно разбирать конкретную модель, потому что некоторые китовые линзы весьма достойны. Так что не верьте, если вам говорят, что на кит снимать нельзя. Всё зависит от ваших навыков и творческой задачи. Например, этот выпуск Маварика-влога снят на китовый объектив Sony 16-35 мм. Главный фактор, который делит все объективы на два типа — это постоянное или изменяемое фокусное расстояние. Зум-объектив — это такой, в котором вы можете менять фокусное расстояние в некотором диапазоне. Например, мой объектив, о котором я уже говорил — 16-35 мм. И говоря простым языком, это значит, что я могу приближать или отдалять картинку в этом промежутке. Зачем же тогда нужны фиксы — объективы с постоянным фокусным расстоянием? Фиксы обычно позволяют шире открыть диафрагму, то есть у них выше светосила, и часто они дают более качественную картинку. А ещё они, как правило, дешевле. Портретные объективы. У портретных объективов фокусное расстояние обычно 50-85 мм и большая светосила. То есть вы можете поставить очень низкую диафрагму, открыть её, что обеспечит размытие фона и идеально подходит для съёмки при слабом освещении. Однако такое фокусное расстояние не подходит для захвата широких сцен и окружающей природы. Для общих планов лучше использовать средние или даже широкоугольные объективы, чтобы показать больше деталей и окружение, чтобы вы могли снимать, например, в узких пространствах. Как правило, фокусное расстояние у шириков — это 10-18 мм, но они могут искажать края изображения. Поэтому важно правильно кадрировать и соотносить такой эффект с вашим стилем монтажа. Подходит ли вам такая картинка? У телеобъективов фокусное расстояние 135 мм и выше. Они предназначены для съёмки удалённых объектов, таких как спортивные события или дикая природа, и требуют ручного фокуса, особенно при съёмке движущихся объектов. Выбор объектива и метода фокусировки зависят от ваших целей. Зум-объектив — это универсальный вариант, а портретный больше подходит для интервью. Средний или широкоугольный отлично подойдёт для пейзажа и общих планов, а телеобъектив — уже для удалённых объектов. Понимание этих характеристик поможет создать более качественные и интересные видео. Шаг номер шесть — это обеспечить стабилизацию во время съёмки. Для статичного кадра используйте трайпод или любой штатив, чтобы убрать тряску камеры. Это очень важно, просто и надёжно. Но что, если вам нужно снимать с рук? Сегодня настройки стабилизации есть в большинстве камер. Главное, не забудьте включить режим стабилизации. Но даже если такого режима нет в вашей камере, или он не справился с задачей, и вы расстроились, то ничего страшного. В большинстве программ для видеоредактирования есть автоматические стабилизаторы, которые вы можете применить уже на постпродакшене. Например, AI-стабилизация в Movavica Video работает довольно просто и эффективно. Сначала программа анализирует каждый кадр вашего видео, чтобы понять, как камера двигалась во время съёмки. Она отслеживает объекты и определяет, какие движения были нежелательными. Например, тряска. Это может включать обрезку краёв изображения, чтобы скрыть изменения. В итоге, когда всё обработано, вы получаете плавное и профессиональное видео, которое приятно смотреть. И последний шаг — это учитывать композицию кадра, чтобы сделать кадр более привлекательным. Один из базовых советов — это следовать правилу третей. Это значит, что нужно разделить кадр на три равные части, как по горизонтали, так и по вертикали, и размещать ключевые элементы на пересечении этих линий. Например, если вы снимаете себя на фоне красивого пейзажа, то старайтесь расположить своё лицо на одной из вертикальных линий, а какой-нибудь элемент пейзажа — на другой, чтобы создать гармоничную композицию. И такие направляющие линии, такую сетку вы можете включить в настройках вашей камеры и уже сразу снимать, ориентируясь на эти линии. Также используйте линии, которые направляют взгляд зрителя в кадре. А если вы снимаете прогулку по парку, то включите дорожку или тропинку в кадр, чтобы она выполняла роль ведущей линии, и таким образом взгляд зрителя направлялся к объекту или герою в кадре. Не бойтесь экспериментировать с углами съёмки, чтобы сделать кадры ещё более интересными и оригинальными. Теперь осталось снять своё первое видео, используя ручные настройки камеры и экспериментируя с теми параметрами, которые мы только что разобрали. А после приходите посмотреть на наши туториалы по монтажу. И, конечно, скачивайте Movavica видео бесплатно по ссылке в описании. Спасибо, что смотрели это видео и увидимся в новых выпусках.